В контролируемых боевиками Антрацитии и Алчевске прошли массовые протесты. На улицы городов вышли учителя. Поводом стало то, что с октября они не получали социальные выплаты и зарплаты. 9 января они отказались выходить на работу. Отметим также, что это не первый случай протестных акций жителей, недовольных действиями боевиков на захваченных территориях. Премьер-министр Италии Матео Ренце предлагает создать единую европейскую разведслужбу. По его словам, единая Европа должна символизироваться не только валютой, но и общей службой безопасности, разведывательной службой и дипломатической сетью. Это заявление премьер сделал на фоне событий во Франции, где за три дня жертвами террористов стали 17 человек. Пентагон сокращает количество военных баз США в Европе. Информацию подтвердил министр обороны Соединенных Штатов Чак Хейгел. Это озвучил его заместитель Дерек Шеле. Речь идет о закрытии 14 объектов. Реорганизация позволит правительству США экономить около 500 миллионов долларов в год. Очевидно, что у нас остаются интересы в Европе, и угрозы для Европы также остаются. В течение года это показал нынешний кризис в Украине. Цель нашего присутствия в том, чтобы сотрудничать с союзниками по НАТО и подтверждать наши обязательства защищать Европу. Важно также подчеркнуть, что Европа остается площадкой для военных операций США, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Базы и ресурсы в Европе жизненно важны для действий в тех регионах, и также как транзитные пункты для операций в Азии и других местах. В целом, наше военное присутствие в Европе со времен Холодной войны уменьшилось, но сохранение дееспособных структур в Европе отвечает интересам нашей национальной безопасности. В США произошло крупное ТТП. Гололед в штате Мичиган привел к столкновению около двух сотен автомобилей. Еще больше неразберихи создали фейерверки. После того, как один из грузовиков, перевозивших пиротехнику, попал в аварию, они начали взрываться. Это спровоцировало возгорание машины. В результате аварии пострадали как минимум 23 человека, в том числе двое пожарных. Один человек погиб. Из-за аварии трассу закрыли. Крым сковали морозы. Температура воздуха впервые за 80 лет опустилась до минус 23 градусов. Подо льдом один из крупнейших искусственных водоемов Крыма, который обеспечивает водой Симферополь и населенные пункты района Симферопольское водохранилище. Город также парализован. Не хватает коммунальных работников и спецтехники для борьбы с гололедом, увеличилось количество ДТП, возрос травматизм. На горных дорогах МЧСники регулярно освобождают из снежных ловушек водителей. А дорога на главный зимний крор полуострова к гору Айпетри закрыта уже третий день. В приморских городах замерзли пирсы и пристани, по морю плавают глыбы льда. Даже возникнет типичный для зимы туман. На Керченской переправе непогода собирает очереди из автомобилей. Здесь работают ледоколы и буксиры, но они не всегда помогают. Синоптики обещают морозом в Крыму свирепствовать недолго и уже на днях ожидается плюсовая температура.